Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 декабря день Авдия. Почитается память святого Авдия, одного из 12 малых пророков. Авдий жил в период упадка еврейского царства, когда народ стал поклоняться идолам. Сам Авдий ввел праведный образ жизни и поклонялся Богу истинному. Во время истребления пророков Авдий укрыл в пещерах сто пророков и кормил их. Потом он оставил государственную службу и стал спутником пророка Ильи. Сам получил дар пророчества и написал книгу пророчеств, состоящую из одной главы. Народи считали, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Поэтому его прозвали родителем. От слова родить, что означает оказывать содействие, заботиться о ком-нибудь, проявлять усердие по отношению к чему-нибудь. Сегодня надо было постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам. Это делалось для того, чтобы защитить дом и находившихся в нем людей от нечистой силы. Не только топор, но и серб помогали защититься от злых сил. Важно, чтобы предметы, которыми стучали, были острыми. Также использовали молитвы, крестное знамение, святую воду, заговоры, чеснок, плакун траву, лук, одолень траву, чертополох и иные. Бытовало мнение, что нечистая сила сегодня может залезть в пустую посуду, а потом проникнуть в человека вместе с принимаемой едой. Поэтому перед тем, как есть, читали молитву, а пищу крестили. Сегодня не стоит выходить на улицу, поскольку считалось, что на дворе нечистая сила беснуется. Поэтому сидели около теплой печи, пили душистый травяной чай и занимались домашними делами. Травяной чай с медом помогал защититься от простуды. Приметы. Если сегодня снежный день с сильным ветром, это к длительной зиме и холодной весне. Много снега, большие сугробы, ожидая богатого урожая. Ясное небо, жди морозов, а тусклое будет оттепель. Если эхо далеко разносится, значит мороз скрепчает. Вот цито Ашуба два дня назад ответила на обиду. Здравствуй, Геннадий Петрович. Обида – удел духовно ограниченных людей, к сожалению. Прежде чем обижаться, надо разобраться в ситуацию, которая... Тогда обида рассеется, а бонусом будет неоценимый опыт. О чем я и говорю, что каждая ситуация создается именно для нас. Если вы в ней участвуете, то она создана именно для нас. В ней участвует огромное количество различных сил. В ней участвуют небесные наблюдатели, небесные покровители, которые за вами наблюдают. И все это сделано так, для того, чтобы... Для вашего же блага, чтобы пройдя через нее, вы вынесли некий опыт, благодаря которому вы изменились, трансформировались и стали лучше. Вот для чего обида, то есть ситуация. И эту ситуацию духовно незрелый человек расценивает как обида, несправедливость, унижение. А духовно зрелый человек расценивает как возможность приобрести лично для него значимый опыт. Потому что нет таких ситуаций, если вы участвуете в ситуации, то это обязательная ситуация, так или иначе затравивающая вас. И она для вас, именно для вас развернута. Для того, чтобы вы, как я сказал, стали сильнее, мудрее. А не обиделись. Если человек обижается, вот смотрите, если человек выносит из этой ситуации нечто положительное для себя, он взрослеет, умнеет, сильнее. Если же человек обижается, он ничего не выносит. Он выносит только негатив, который начинает его дальше разрушать. Внутри носит этот негатив. Зачем вам надо вносить в себе негатив? Любая ситуация, любая ситуация, вообще-то позитивна. Какая бы она ни была жесткой, смертельной, она позитивна. Именно для вас. Раз вы в ней участвуете. Ага. А вот теперь Татьяна Ефремова на замечание Циты Ашуба говорит, я бы не сказала, что обида у дел ограниченных людей. Это психосоматика. Значит, смотрите, за психосоматикой. Что такое психосоматика? Я вот люблю разбираться со словами. Что обозначает слово? Психосоматика. Психа душа, сумма тела. Таким образом, возникшие ситуации, вначале реагируют ваши душевные, духовные качества на нее. И если вы действительно незрелый, вы войдете в обиду. Если вы зрелый, вы восприняете ситуацию как информацию для вашего собственного блага. Вот это слово прекрасно. Для своего собственного блага. Благо заключается и в развитии вашем, и становлении, и взрослении, и так далее, и так далее, и так далее. И если вы понимаете, что это благо, то вы радуетесь. Идет оздоровление даже. То есть, вот эти вот все, как бы сказать, флуктуации, вот эти все процессы информационно-аналитические, возникшие вначале на психологическом уровне, дальше передаются на тело. Если это радость, о, смотри, эта ситуация тут, о, что мне тут показывает такое интересное, для чего она? Вы радуетесь. Идет своеобразно даже это оздоровление. А если вы ее расцениваете, о, как обиду, она вас только раз, принижает, тогда включается совершенно иная соматика. То есть, реакции внутри вашего организма, которые уже затрагивают, что это прежде всего, гормональная система затрагивается, далее затрагивается, значит, мышечная система даже, далее затрагивается сердечно-сосудистая и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы в итоге неправильным отношением к ситуации, а именно, войдя в обиду, наносите вред своему организму. Вот. Танюша Ефремова. Это мое разъяснение. Вы можете его принять, можете не принять. Ну, я вот так вот мыслю. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамма-Юн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!